Пока я хотел бы представить, потому что я, в принципе, первый раз вообще на лекции, то есть я был на каком-то фильме, а сейчас пришел лекцию вести, так вот, забавненько. Окей, спасибо. Хорошо. Для начала, опять же, представиться. Вот меня уже представили Саша и Леш, в принципе, хотите, может называть, в любом случае, хорошо. Так вот, я, в принципе, студент, то есть четвертый курс, я филолог, но вы тоже об этом думаете, услышите, узнаете. Тема моя, заявленная тема, звучит немножко сложно, звучит следующим образом. Это неконвенциональное восприятие конвенционального мира, да, то есть какая-то тема сложная. Но, в принципе, я думаю, что в конце лекции вы скажете, да, это было легче, легче, что-то там мудрил. Вот, ну окей. Я раскрою эту тему через творчество западной писательницы, поэтессы, опять поэзия, да, синие занавески, типа, ну их здесь не будет, я надеюсь. Вот, Эмили Элизабель Диккенсен, я надеюсь, что вы о ней слышали. Если же нет, то сегодня вы услышите много. Так вот, для начала разберемся, что же такое конвенциональный и неконвенциональный. Ой, язык можно запутать. Начнем со слова поменьше. Конвенциональный. В простом смысле это договоренный, установленный, определенный. Если относить это к мировоззрению, то это правильное мировоззрение, которое воспринято, так говорено всеми. То есть, это хорошо, это плохо, то есть, там, переведи бабушка через дорогу, это хорошо, а нет, это будет плохо, это же будет неконвенционально. Или же, ближе уже к нашей теме, это пунктуация. То есть, что это значит? То есть, здесь вот должна быть запятая, да, мы перечисляем, а точка в конце предложения. Ну и так далее. То есть, это хорошо, это правильно, это конвенционально. Неконвенциональное – это плохо, это плохо очень, беда. Вот. Переходя к литературе, к поэзии или же к прозе «Несу дело», я хотел бы спросить, как вы думаете, почему нам, в принципе, интересно литература и поэзия? Нам интересно, как автор показывает через героя видение мира, мировоззрение, да, опять же, да, мировоззрение, мировоззрение. Вот. И интересный нам определенный тип героев, ну, мне, в принципе, точно очень интересен, это бунтари. Бунтари. Я думаю, что, в принципе, каждый из вас любит бунтарей, они что-то делают несуразное, неконвенциональное, да, и мы, в принципе, их считаем какими-то ненормальными. Однако, как вы увидите, в принципе, в лекции потом, это довольно-таки забавно, потому что все их любят, у них есть что-то притягательное, что ли, не знаю. Так вот. И хотелось бы представить вам, о боже, хотелось бы представить вам такую бунтарку, мы уже о ней, в принципе, говорили, Эмили Элизабет Диккенсон. Вот она перед вами, вот это она. Довольно милая женщина, ее нельзя назвать бунтарем, а потому что она такой не была. Ну, получается, ее личная жизнь была довольно-таки простой. Почему? По той просто причине, что все свое детство, в принципе, она никогда не уезжала, она была в своем штате Массачусетс, училась, и, в принципе, потом ухаживала за своим отцом. В принципе, ничего интересного, да. И после его смерти она закрылась от всего мира. То есть, что она делала? Она потихоньку поописывала стишки, ухаживала за садом, потому что она просто обожала растения, на самом деле, а потом эта тема раскроется, это все гораздо глубже, чем кажется. И она поддерживала связь с миром только одним способом, корреспонденцией. И Леся говорит на наш язык, перенося в наше время, она любила в социальных сетях сидеть письма, все такое, ну, круто, ВК. Вот. И что еще мы можем сказать про нее интересного? Однако, в принципе, у всех у нас есть или социальная жизнь, и социальная жизнь, и там творческая. Не знаю, кто-то там пишет стихи, кто-то фильм смотрит, тоже круто. Вот. Она писала очень много стихов, невероятно много, и мы, в принципе, потом это, опять же, расскажем. Однако, в плане творчества она была не настолько спокойной, что ли, персоной. Ну, в принципе, мы бы ее тогда не обсуждали здесь. Вот. Она перешла очень много границ, и ее невероятно не любили в своей стране, да и, в принципе, так себе. Да, то есть, почему? Ну, давайте взглянем, что писали о ее творчестве. Вот. Примерненько. То есть, почти все, кроме манта. То есть, бессвязность, бесформенность и провальность. Я думаю, что, в принципе, хуже критики стихотворений быть не может, на самом деле. Вот. Однако, оно так и было. Это было еще на протяжении, ну, лет 30 после ее смерти. Все вот говорили, что она была провальна, что вот место, откуда она, в принципе, вышла, это была полуобразованная какая-то непонятная деревушка. Хотя, на самом деле, она получила хорошее образование, как, опять же, будут потом сказанные, типа, шахмат. Да, то есть, такое. Вот. И, интересный факт. За всю жизнь она написала 1800, это реально подсчитано, 1800 стихотворений. Как вы думаете, сколько было издано? Ну, примерно. Половина? 10. 0. Да, ты что-то точно знаешь. Да, правильно, 10. Это круто. Да. Спойлер. Спойлер. Не знаю, о чем говорить теперь. Так вот. Было, правда, издано 10 произведений. И, то есть, мало того, что их было мало, так первое стихотворение были даже без ее спроса. Представьте, да? Ну, вот, например. Давайте глянем. Вот это стихотворение было взято, как уже написано, вот там, из дневника самого Диккенса. На самом деле, там очень красивые фоточки, архивы в Массачусетсе, где она, в принципе, и работала, и жила. Вот. Пока что заострять внимание не будем. В общем, вот интересный момент. Это вот слово. Это не имя, это не название какого-либо города. Это просто ribbon. То есть, ленточка. И почему у нас большая буква? Дело в том, что, уже переходя ближе к сути нашей работы, она была необычной. Есть такое понятие, как капитализация. То есть, capital, letter — это заглавная буковка, да? То есть, вот она. Вот. Capital. И, получается, это дело для чего? Но она была точно грамотной. То есть, если вы думаете, что она не грамотная. Дело в том, что это был образ-символ. То есть, вот ленточка. Здесь вообще, если вкратце, здесь говорится о том, как встает солнце, и появляется эта ленточка. Потом будет все проще рассказано. И. Обратите внимание. А, это потом. Так вот. И идем дальше. А это уже было напечатано. И вы видите какую-нибудь разницу, да? Такая маленькая игра, что ли. Ну, вот там, я точно помню, были тире. Вот. И s тоже. Мы можем даже вернуть. Вот. Запомните. Раз, два. Есть разница? Ну, на самом деле, есть. И дело в том, что ее очень-очень дико правили, и ей это не нравилось. И, как уже говорил с ранее, без разрешения даже печатали. И потом, в принципе, она от этого отказалась. Потому что ее, опять же, называли неправильной, неконвенциональной и тому подобной, и тому подобной. Вот. И штука была такая, что, ну, допустим, она пришла. Вот это мой стих. А, да, окей, ну, мы тут тебе немножко поможем. И тут бум, да? И вообще ничего не то. И, конечно, кому-то понравится. Так вот. Переходя к ее уникальности, а именно эта пунктуация, давайте глянем, в принципе, за что ее не любили. Да? То есть, ну, вот, прикиньте, вот такой стих вам принесли. Ой. Вот такой стих вам принесли. И что тут необычного? Не, конечно, он на иностранном языке, это уже совсем не то, но все же. Где точки? А точек-то нет. Ну, вон есть две запятые немножко, да, где они? Ну, где-то есть. Вон там. Да. А где точки? А где двоеточие? А где хоть что-нибудь? Одни-тире. А это была женщина, это был 19 век, это была Америка. Кто же там женщина? Ну, такое. Вот. И вот опять же, если мы глянем поближе, если кому-то не видно. Вот. Это, получается, конец. То есть, тире-тире-тире. А где точка? А нет точки. И опять же, это капитализация, это все было непонятно. И на самом деле, долгое время это было, в принципе, мне непонятно. Да? То есть, ну, зачем? Зачем? Вот. Однако версии разные. И есть одна господствующая версия, которая, опять же, будет вам потом рассказана. Однако, однако, чтобы разобраться в том, зачем она вставила так много тирешек, да? То есть, ну, она была правда грамотной. Почему я могу говорить об этом? Потому что я скоро вам об этом расскажу. Так вот, получается, чтобы понять, зачем, в принципе, тире, да? Ну, как бы, это не просто предложение, то есть, да, и, допустим, там, цветок тире это. Нет, это точно не то. Вообще не то. Я правда проверил. Вот. Мы должны познакомиться с двумя моментами. Это битники. Я думаю, вы слышали про битников. Услышите. И Фридрих Шиллер. Это немецкий поэт. Очень-очень хороший, очень хороший. И он сказал очень одну хорошую вещь. Вот такую. Только это не немецкий поэт, а английский. Интерес в чем? Что здесь вообще говорится? То есть, определение Фридриха Шиллера of the poet. The poet, то есть, настоящий поэт. Кто есть настоящий поэт? Их два типа. Первый тип – это наивный. Naive. Да, это французское слово, в принципе, красивое. Это значит то, что первый тип – это наивный. Он сам есть природа. Он ее извергает. То есть, ему не нужно любоваться закатом, потому что он и так есть у него. Да, то есть, круто, он может сам это спокойно написать. И есть сентиментальный. Это уже наша тема. Дело в том, что Эмилия Дикинсом была экспрессионистом. И, как любой хороший экспрессионист, ей нужен был закат. И чтобы хорошо его выразить, она, скажем так, писала потоком сознания. То есть, что видит, то и пишет. И потом это был интересный прием уже у битников, которые потом были. Это мы уже вот расскажем. Пока что все, что вы, в принципе, должны понять, это то, что она была сентиментальным поэтом. И ей нужна была природа, чтобы ее отображать. И она ее, правда, ищет, как здесь вот сказано в Сочис. То есть, да, она ее искала. Почему? Потому что, если вы это помните, она училась в хорошем месте, и ее главным интересом была ботаника. То есть, ирония какая-то, ботаника. И она, правда, учила хорошо тоже грамматику. Поэтому дефисики точно умела ставить и тире. И второй момент, наиболее интересный момент, вы можете даже было отдельную лекцию делать, но не судило. Это битники. Битники, их можно называть как литературное движение или же как социальное движение. И их чаще всего называют бит-поколение. Почему? Потому что это поколение формировалось в начале 50-х. То есть, оно вообще еще было раньше, до 40-х годов, да, но их только потом начали печатать, потому что в стране уже пришел полный капец, был бюрократизм, вот эти воротнички белые, да, ну, представьте. Какой был бы ваш обычный день, если бы вы там жили в Америке 40-го года? А, чуть-чуть позже, там-то что была война, вот, тоже не всем интересно. Получается, что у вас был утро, рабочий день, вы приходите домой, у вас есть телек, у вас есть бигмак, не знаю, вот, и все. А если вам 20 лет, то это не совсем круто. И, позвольте показать вам битников. Это традиционный образ битника. То есть, что у него есть? Какие-то барабаны, бородка, конечно же, и очочки, и черчик. Вообще он похож на самом деле на француза, и вообще он похож на самом деле на хиппи. Забава в том, что были вот битники вместе с хипстерами. И хипстеры не такие хипстеры, которые модные, хипстеры типа сейчас, это на самом деле заблуждение. Хипстеры были клевыми парнями, да, то есть, и что я потом об этом расскажу? Это реально круто, потому что они были вместе с битниками, и там были горячие, холодные, то есть, еда, но все же. Вот, но вот это уже настоящие битники. Это Алан Геймсберг, Джек Кэррог, король битников, Генри Карсо, Уильям Бюроуз и вот наши ребята, с которыми мы уже, в принципе, знакомы. Вот этот вот мужчина, он был королем битников. Почему он был королем битников? Потому что он написал одно из самых главных произведений битников. Это даже фильм такой есть, на дороге или в дороге. Вкиньте, если вы смотрели. Окей, хорошо. Хорошо, потом мы к этому вернемся. Так вот, как битники связаны с Эмили Диккенсом. Дело в том, что Джек Кэррог, как гениальный, я считаю, реально гениальным, хотя его считают пьяницей, на самом деле его считают ужасным человеком, но он был очень-очень хороший. Он изобрел такой способ, как импровизированная проза или импровизированная поэзия. Что под этим понимается? То есть ты просто сел, что-то увидел, написал, если по-простому. Если копнуть немножко глубже, они опять же были экспрессионистами. То есть они описывали природу. И они были связаны, опять же, еще с одной знаковой личностью, как Волт Уиттман. Хорошо, хорошо. Это тоже такой большой, бурдатый, хороший дядька. И он сказал одну забавную вещь, которая, опять же, связана с нашей работой. Я связан со всем человечеством. То есть, ну, казалось бы, как. Дело в том, что экспрессионисты, хорошие экспрессионисты и битники с их импровизированной прозой, они видели мир и описывали мир на базовом уровне. То есть, ну, допустим, вы видите меня, да, я что-то тут, короче, делаю, и вы видите что-то в этом совсем-совсем базовое. То есть, вот, не знаю, кривляние, допустим. А люди другие этого не видят. И вы это описываете, пишете свои эмоции и так далее, и так далее. Главное, без знаков крепинания, потому что это мусор. Это, как считали битники. Единственное, что они уважали, это большой, длинный, хороший, знак-рэ. К чему? О чем мы подумали? Так вот, есть еще такое направление музыки, которое было, опять же, связано с битниками. Это бибоб. Бибоб. Это направление, ну, вот вы берете секс-фан, да, и просто играете все, что он спрятит в голову. То есть, по эмоциям. Это было очень круто, это очень интересно, это реально было бы круто послушать. Ну, наверное, как-нибудь в другой раз. Вот. И интерес в чем? Битники сходились с Диккенсом, и они брали традицию Диккенсом в свое творчество в плане от этого тирена. Да, то есть, как будет показано потом, это было невероятно круто. Вот. И они считали, что право на существование имеет только одно тира из-за того, что наше предложение и так испещрено, загажено этими запятыми, этими точками. Они, в принципе, не нужны. Да, то есть, есть голый смысл, есть понятный смысл всем, который может быть понятен. То есть, он есть, они его описали, и вы только можете его понять. Но это не факт, что вы его 100% поймете. Так вот. Вот. Хорошо. Теперь, в принципе, я думаю, что мы можем немножко описать, как же обстоят дела, в принципе, с объяснением знака тира в литературном мире. Да, давайте глянем. Хорошо. Вот. Мы уже с этим виделись. Так вот. Самое интересное, что по ходу ощущение такое, что чем проще, тем лучше. Да. В принципе, ученые и критики считают, что знак тира это просто пауза. Да, то есть, это ощущение, что это какая-то песенка получается. То есть, вот идет строчка, пауза, пауза, пауза. Да, и на самом деле это подходит, и это даже можно прочитать, если вы не против, услышите мой немножко кореалый английский. Кивнитесь, да. Как-то вы не откиваете. Хорошо. Я все равно прочитаю. Так вот. Тако внимательно слушайте. I'll tell you how the sun rose, a ribbon at a time, the stepless woman amethyst, the news like squirrels ran. И второй попробуем. Он, правда, гораздо лучше. Мне больше, на самом деле, нравится. A narrow fellow in the grass occasionally writes, you may have met him. Did you know his notice sudden is? Ну, если учитывать то, что вы, в принципе, что-то поняли, а я надеюсь, что это так, то все, в принципе, сходится. Да. И ощущение, что они к этому пришли и такие, ну, все просто, все очень круто, примитивно. Она же была глупой, да, то есть, ничего не учила. И все норма. Однако это не так, как, в принципе, потом выяснится. Но интересно то, что это обоснованная точка зрения, она реально существует, и она описана. Других точек, в принципе, нет. Так что все, что потом будет, это на ваш суд, это будет. Это очень круто, на самом деле, тема очень клевая. Так вот, представьте себе растение, да, и у него есть корень, есть стебельки. Так вот, пауза – это не первопричина, это не корень, это просто отросточек. И он подходит не потому, что он первоосновая и он правильный. Это как побочный эффект. Вот и все. Сейчас вы поймете, о чем я говорю. Окей, это был первый уровень понятия. То есть, вот это маленькие паузы. Хорошо. Теперь представим, что вот листик бумаги и вот эти есть штучки у нас, правильно? Они находятся в каком мире? Материальном. То есть, просто пауза, графический уровень, все очень легко. Теперь мы берем то, что я говорил до этого. Это сентиментальный тип поэта. Я надеюсь, что вы помните, что это. А если нет, короче, это такой тип, когда вы отражаете природу посредственно своих ощущений, то есть, своим внутренним зеркалом. И это моментальная проза, это экспрессионизм. Это уровень мыслей. То есть, это как бибок, я уже говорил, да? Играет, он вдыхает, выдал какую-то мелодию, ему нужно опять ее вдохнуть. А что между этим? Пауза, мыслительная пауза. Это очень круто, это все тоже понятно. Так вот, чем прекрасен второй уровень? Если первый уровень учитывает паузу как просто графические знаки и разделение строчек, мыслительный уровень, он что делит? Он делит мысли, правильно? Это поток мыслей. Это уже гораздо уровень выше, это уже не материальный мир. Да? То есть, это уже мысленный уровень, это уже что-то даже более-менее такое абстрактное. Вот, и эта тема тоже подходит, однако не до конца. Однако не до конца. Почему? Потому что Эмили Диккенсон, это уже сентиментальный тип, она понимала мир гораздо глубже, чем битники. Битники, в принципе, если их упростить, они хотели вырваться из оков того бюрократизированного общества. То есть, ну вот, к примеру, есть такой роман, как «Буддисты дхармы». Дхармы, дхармы, дхармы. Суть в чем? Все битники в этом выражаются. Они были очень… вот Восток, у нас был сегодня Восток, и они просто обожали восточную философию. Культуру не знаю, вроде нет, а вот философию точно. И они просто ушли в гору и провели там три месяца, медитируя. И в этом все битники. Они как бы еще пить любили, вот. И Джек Эролл, в принципе, себя потом спил, но это уже опять же другая тема. То есть, ну факт в том, что они бунтовали и в жизни, и в творчестве. Однако их бунт был скорее против общества, в принципе. А Эмили Диккенсон, она смотрела в мир и в саму жизнь, потому что ей было не до бунтов, у нее жизнь была все равно скучная. Вот. Окей. Так вот, и третий уровень. Это на самом деле бомба, мне просто очень нравится. Я думаю, что она тоже понравится. Это трансцендентальный. Есть вообще два слова. Трансцендентный и трансцендентальный. Трансцендентальный, оно длиннее, правильно? Есть трансцендентный, оно гораздо короче. Забава в чем? Трансцендентальный, он подразумевает, что вы воспринимаете мир то, что есть, то, что здесь есть, и то, что есть над миром. Трансцендентальный, который вы можете, Можете только немножко понять на основе своих чувств. Но есть и трансцендентный. То есть уже без чувств, он не опознаваем чисто интуитивный уровень. Вот вообще-вообще-вообще. У него был трансцендентальный. То есть в чем вся забава? Оно сочетает в себе все три уровня. То есть, ну вот, например, мы говорили, что это просто пауза. Графическая. Она это учитывает. То есть корень отростка, мы это помним. Второй уровень мысленный. Она была экспрессионистом. Она видела мир. Это был поток чистого сознания. То есть вот вижу, пишу. Окей. И третий уровень это интуитивный уровень. Интерес в чем? Скажите, пожалуйста, мне мир в принципе, то есть не брать нашу Землю, а весь мир ограничен или же безграничен? Окей, я отвечу, он безграничен. И как ботаник, скажем так, то есть не в плане, что он был заучек, но ботаник. Она видела гармонию во всем мире. То есть у нее все было связано. Например, и это выражалось в ее стихах. Давайте посмотрим такую интересную вещь. Если указывали, что это паузы, и они подходили, то есть какая-то причина, почему это так было. Правильно? Дело в том, что паузами... Ой, тире, простите, все, уже заговорился. Тире она делила определенные мысли. Ну вот, например, окей, вот видите меня, я что-то тут скачу по сцене, да, это ваша первая мысль, ее видите. Потом вы типа такие думаете, боже, я больше там уже дома вообще никого-нибудь типа смотрел на диване. Это уже вторая мысль. И тут оп, тире. Интересно в чем? Как вы думаете, это мысли раздельные или же разные, но связанные? Правильно, вот молодцы, они реально связаны, да. Почему? Потому что если мы проследим дальше, то есть вы типа лежите на диване, все круто, смотрите фильм, и они вызывают у вас еще какое-то впечатление, какое-то ощущение. И это все в вашей голове. То есть вы сейчас типа здесь, вы вообще попали. Вот. И забавно в чем? Если вы уберете второй сегмент, третьего не будет, четвертого не будет. И в принципе первый так и останется голым сегментом. Однако она выражала связанность мира. И самая мозговзрывательная, мозгодробительная штука. Смотрите, целый стих. Правильно? Мы уже поняли, что в принципе это выражается мыслью, да. То есть, ну вот, например, я как-то прозевал этот момент, или все хорошо знают английский. Нет. Ну я сам не особо. Так вот. Первая мысль. Я расскажу вам, как встает солнце. То есть перевод не литературный, простите, это сразу ведет. Так вот, я расскажу вам, как встает солнце. Одна мысль. И потом сразу ленточка. То есть, ну, света, я насколько понимаю. Вот. И так далее, и так далее. Уважается мысль. То есть, встал. Такой-то образ, такой-то образ. И в конце у нее вообще доходит до того, что там скачут разные зверюшки, разные дети на каких-то там деревьях. Ну, это очень интересно. И это все на самом деле связано. Однако, что у нас в конце? Да, да, правильно. Это типа тире. Вот, я даже приближу. Обычно, как мы привыкли с стихотворением? Что у нас в конце? У нас есть точка, у нас есть восклицательный знак, вопросительный знак, многоточие или что-либо еще. Однако она ставила тире. Почему? Аня же должен ответить. Так вот. Это потом, опять же, мир... То есть, вот теперь ловим штуку реально клево. Мир безграничен. Мы воспринимаем его через какие-то вещи, как нечто в совокупности. То есть, вот мысль, ну, там стул, 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 и это мир. Однако, сейчас мы находимся, ну, вот здесь. Вот в этой комнате, да, берем чисто банальный хороший пример. Есть ли что-либо за этой комнатой? Конечно, есть, да? Там типа дом, что-нибудь такое. И за этим еще что-то есть. То есть, прикиньте, вот картина пазл, бесконечный пазл, да? И мы с вами берем... Картина из пазлов. И мы с вами берем, не знаю, пазлов, ну, 100. Ну, или сколько тут строчек, да? Ну, 5. И мы их вырываем. Пазлы, они оборваны. Но они разве закончены? Мы их можем закончить? Я лично бы не смог на самом деле. И она, в принципе, тоже не могла. Вот. И в чем ее интерес? Что это, в принципе, мне открыло? И так далее, и так далее. Я никогда в жизни не видел работы, которая бы объясняла смысловую нагрузку, эмоционально-экспрессивную какую-то коннотацию просто одного знака. То есть, вот одного знака. Да? То есть, в этой сфере господствует примитивизм. То есть, чем проще, тем лучше. Знак, пауза. Окей. А зачем же еще дальше идти? То есть, а если, в принципе, копнуть и глянуть связи с теми же, что было после них, да? Вот эти битники, они просто невероятно клевые ребята. То, что, допустим, даже было в ее время, да? То есть, вот этот контраст. Они это не ценят. И они думают, что, ну, просто-просто. Вот. Крут. И я думаю, что, в принципе, немного сумбурно, однако я надеюсь, что я донес до вас такую реально забавную вещь, что порой, порой, не все так просто, как кажется, да? То есть, такая банальная истина, в принципе. Однако, если брать вот в нашем случае, не знаю, казалось бы, реально простая вещь, однако это поразительно, насколько много значит поэзия. То есть, синие занавески, да? То есть, казалось бы, почему они синие? Да не просто синие, там не просто были синие. Вот. В данном случае я не буду говорить за все по азиопринципе, я с этим не знаком, я все не прочитал. Однако, этот тип поэзии реально доказал мне, что даже один знак может значить такую философскую концепцию восприятия мира. Вот. Поэтому спасибо вам, что выслушали. Я надеюсь, что мы еще с вами увидимся. И что-нибудь будет интересное про пьющих битников, что-нибудь такое. Спасибо. 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 Спасибо.